К курортному сезону готовы. Показательные учения спасательно-водолазные службы Одесского горсовета прошли на пляже Лонжером. Отработали спасение утопающего и научили детей и взрослых, как действовать в опасной ситуации на море. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Большое дело водолазы спокойно делают в воде. Учения спасательной службы прошли сегодня на пляже Лонжерон. Вытащили из воды условного утопающего и показали детям, как правильно оказывать первую помощь. Детальный инструктаж им можно попрактиковаться. На таких тренажерах дети учатся делать искусственную вентиляцию легких. Оказать неотложную помощь до приезда медиков и спасти человека, которого только что вытащили из воды, поможет простой комплекс мероприятий. Самое важное просто профессионально оказать первую помощь до приезда скорой помощи. Мы поддержали человека в состоянии, чтобы его приняли медики. Для этого есть у нас плавающие носилки, то есть извлечение человека из воды, когда он прыгает с траверса или еще, не дай бог, что-то случается, где мы не можем его вынести просто за руки. То есть есть носилки водные, которые держатся на воде, подводятся под человека и человек спокойно буксируется уже на берег до машины скорой помощи. Спасатели говорят, каждый год им приходится собственноручно реанимировать до полусотни человек. Однако отмещают полагаться только на их отряд безответственно. Чтобы отдыхать в безопасности, нужно быть осторожным в воде и знать о возможных угрозах. В прошлом сезоне, если взять порядка 40 человек, а точнее 37 человек спасателей вывели из состояния клинической смерти. Это люди, которые уже, будем говорить, практически были мертвые. Их достали, реанимировали и передали скорой помощи. Все эти люди живут до сегодняшнего дня благодарны, что так получилось. В составе спасательно-водолазной службы Одесского горсовета более 60 человек. Часть из них сезонные, кто работает только с мая по сентябрь, а часть те, которые входят в постоянный штат. На сегодня у нас нет кадрового дефицита и большинство спасателей – это подготовленные физически и сертифицированные люди, которые готовы выполнять те задачи, которые возлагаются службой. Поэтому во время отдыха на пляже можно надеяться на оперативную помощь. Но, несмотря на это, сами ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности. Евгений Миглей, Евгений Ищменцев, Седьмой канал.